Добро пожаловать на канал интернет-магазина Планета Страйкбола. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Страйкбольный пистолет Colt HiCapa 5.1 Dragon версия A производства компании WE поставляется в картонной коробке. В комплект поставки входит инструкция, сам страйкбольный пистолет, магазин и шестигранный ключ для демонтажа дульного насадка. Данный страйкбольный пистолет от компании WE является вольной вариацией пистолета 45-го калибра с двухрядным магазином на базе классического американского самозарядного пистолета Colt M1911A1 со стволом длиной 5,1 дюйма. Весит страйкбольный пистолет 1,1 кг, а его длина составляет 215 мм. Представленный страйкбольный пистолет функционирует на сжиженной газовой смеси стандарта GreenGas. Резервуар для которого расположен в магазине. Сразу следует отметить, что использование других типов сжиженной газовой смеси, а также жадой углекислоты может привести к поломке изделия. Для того, чтобы заправить магазин, нам понадобится баллон с GreenGas. Необходимо повернуть магазин пяткой кверху и совместить сопло заправочного баллона с ходным клапаном на пятке магазина. После чего с усилием надавить на баллон. В результате будет слышен звук травления газа. Стихнувший звук травления газа свидетельствует о полной заправке магазина. Сразу хочу акцентировать внимание на том, что для предотвращения рассыхания уплотнительных колец рекомендуется хранить магазин пистолета частично заправленным GreenGas, поскольку смесь содержит силикон и будет смачивать уплотнительные кольца. К характерным особенностям данного страйкбольного пистолета можно отнести имитацию хода кожух затвора при стрельбе, возможность введения автоматического огня, расширителю оснований рукояти для более уверенной установки магазина в стрессовой ситуации, планку стандарта Пикатинни на рамке пистолета снизу, которая позволяет устанавливать на пистолет тактические фонари и лазерные целеуказатели, декоративное хромирование внешнего ствола, направляющий кожух затвора, курка и винтов, счетчик рукояти, наличие дульного насадка, который выполняет функцию центровки внешнего ствола, видоизмененную форму облегченных курка и спусковой скобы, предохранителей, переводчика режимов огня и прицельных приспособлений. На тыле автоматического предохранителя выполнена увеличенная гарда в виде наплыва, служащая для более удобного хвата оружия. Кроме того, на срезе внешнего ствола имеется внутренняя резьба, позволяющая устанавливать на пистолет имитации приборов для снижения звуковыстрелов, иначе глушителей, а также дульные трассерные насадки. Страйкбольный пистолет изготовлен из металлического сплава и удара прочного пластика. Из металлического сплава выполнен внешний ствол, дульный насадок, трубка возвратной пружины, прицельная планка, кожух-затвор, рамка пистолета, спусковая скоба, предохранители, переводчик режимов огня, курок и корпус магазина. Из удара прочного пластика, пистолетная рукоять, защитная скоба спусковой скобы и пятка магазина, направляющая кожух затвора и крепежные элементы стальные. Механический предохранитель на данном пистолете представлен в виде флажкового переключателя, расположен на тыле рамки. Слева функционален он только при взведенном курке. В поднятом положении предохранитель включен, когда находится в нижнем положении, пистолет может стрелять. Кроме этого, на тыле рукоятки имеется автоматический предохранитель в виде клавиши, которая при неправильном хвате оружия и в неутопленном положении блокирует ход спусковой скобы. На тыле рамки справа расположен переводчик режимов огня. Когда флажок поднят вверх, пистолет ведет одиночный огонь. Если перевести его в нижнее положение, то автоматический. Ударно-спусковой механизм на страйкбольном пистолете одинарного действия. Возможность стрельбы самовзводом отсутствует. В пистолете имеется система предотвращения выстрела без отката кожух затвора назад. То есть, если вставить магазин и просто взвести курок, при нажатии на спусковую скобу выстрела не произойдет. Нужно обязательно отвести затвор назад, чтобы дослать первый шарик в камеру хоп-апа. Только после этого пистолет будет стрелять. Поэтому для производства первого выстрела необходимо отвести кожух затвор назад до отказа и отпустить. Дальнейшее взведение ударно-спускового механизма будет производиться автоматически. По окончании шаров в магазине пистолет встанет на затворную задержку. Для регулировки хоп-апа потребуется отделить кожух затвор от рамки пистолета. Для этого необходимо при помощи шестигранного ключа из комплекта поставки раскрутить винт на рамки снизу и снять дульный насадок. После чего отвести затвор назад, извлечь рычаг снятия затворной задержки и снять затвор вперед. Внизу на имитации патроника расположено регулировочное колесико, при повороте которого в сторону курка увеличивается степень подкрутки шара. Штатные прицельные приспособления представлены в виде открытых мушки и прицельной планки. В мушке расположена имитация светонакопительной проволоки салатового цвета для облегчения прицеливания в условиях слабой освещенности. Мушка регулировки не имеет, прицельную планку можно настроить по вертикали и горизонтали за счет винтов внесения вертикальных и горизонтальных поправок под шлицевую отвертку. Установка магазина производится вертикально вверх в основании рукояти до щелчка. Для извлечения магазина достаточно нажать на клавишу экстракции, после чего он сам выпадет вниз. В комплекте поставляется металлический магазин. Для того, чтобы заправить его шарами, потребуется воспользоваться лоудером. Также можно зарядить его вручную, удерживая подаватель и вставляя в губки магазина шарики по одному. Продолжение следует...